В октябре Хабаровский Росреестр пресек сразу три попытки мошенничества с квартирами. Их пытались продать по поддельным нотариальным документам. Причем все три фальшивки были поданы в одну неделю. Во всех случаях на регистрацию права собственности были предоставлены заверенные нотариусом договоры купли-продажи от 97-98 годов, которые выглядели вполне себе соответствующие своему возрасту, пожелтевшие от времени бумага с естественными потертостями, набранные на печатной машинке текст. Однако у сотрудников Росреестра подлинность документа все же вызвала сомнения. Запросы в Нотариальную палату и БТИ подтвердили опасения. Представленные договоры купли-продажи нотариусам никогда не удостоверялись и права органами БТИ не регистрировались. Казалось бы, времена массовых махинаций с купли-продажей недвижимости давно прошли. Современная система государственной регистрации прав в этой сфере не только упростила и ускорила все процедуры, но и значительно снизила степень рисков. Сейчас процент сделок с недвижимостью, которые оспариваются в суде, очень мал. Всего 0,01% от общего количества. Но желающие поживиться на рынке недвижимости все равно встречаются. Кроме того, любая нестабильность, социальная или экономическая, это время, когда мошенники всех мастей активизируются. Например, эксперты опасаются, что всплеск оформления генеральных доверенностей в период частичной мобилизации может стать полем для последующих махинаций, в том числе с недвижимостью. Давайте разбираться. У нас в гостях Инга Былкова, заместитель начальника отдела введения ЕГРН управления Росреестра по Хабаровскому краю. Доброе утро. Инга Александровна, вот давайте с последнего случая начнем. В октябре вот три фальшивки. Почему вообще возникли опасения? Почему решили перепроверить, если выглядели они достаточно убедительно? Ну, поскольку о сведении, введенный государственный рейстор недвижимости на данные объекты не были внесены, так как эта регистрация была до 98-го года, государственный регистратор сделал запрос в Нотариальную палату с целью подтверждения факта выдачи и подтверждения факта удостоверения данных договоров. Только по результатам получения ответов от нотариальных органов государственный регистратор мог бы внести сведения, но получили ответ отрицательный, собственно говоря, таким образом и выявили факт представления поддельных документов. А это вообще стандартная процедура для документов того времени, когда еще не вносились записи в ЕГРН? Конечно. Если сведения нет введены государственно, не внесены в ЕГРН, государственный регистратор при проведении правовой экспертизы обязан сделать соответствующие запросы в соответствующие органы, поскольку именно они являются фактом подтверждения регистрации того времени. А вот известно ли, может быть, уже удалось выяснить, когда подделали документы, если они выглядят, на самом деле, потертая бумага, пожелтевшая слегка, то есть их подделали еще тогда, и они состарились? Или вот как-то вот сейчас, недавно удалось такого максимального эффекта подлинности достичь? Ну, на этот вопрос мне сложно ответить, поскольку мы не криминалисты, да? Ну, наверное, можно и сейчас такой документ подделать. Ну, это вообще редкость фальшивые документы или нет? Насколько это часто встречается? Ну, в последнее время очень редко представляют документы фальшивые на регистрацию, но, тем не менее, такие факты имеют место быть. Например, в прошлом году представили документы на регистрацию земельных участков по поддельной доверенности. Эту доверенность выдали на Камчатском крае. Такой факт тоже обнаружен, и пресекли регистрацию. А насколько они качественные, вот эти вот подделанные документы? Всегда ли удается распознать их? Визуально распознать очень тяжело. Только по результатам полученных ответов это можно выяснить, потому что действительно и текст набран на печатной машинке, и печати соответствуют, и подписи, и фамилии. Все реквизиты данных документов, они соответствуют оригиналам. А вот кто сейчас в зоне риска, кто вот рискует на такие поддельные документы попасться или стать жертвами, жертвой мошенничества? Кто это? Какие категории? Ну, в первую очередь я обращаю внимание тех правообладателей, чьи права зарегистрированы до 98-го года, но сведения о таких правах не внесены в ЕГРН. Потому что, как показывает практика, именно такие объекты попадают под прицел мошеннических действий. Поскольку закон не обязывает правообладателей перерегистрировать эти права, несмотря на то, что это бесплатное регистрационное действие, мы все-таки настоятельно рекомендуем защитить себя и обезопасить, внеся тем самым свое право в ЕГРН. А куда обратиться? В МФЦ. В МФЦ, предоставив документ непосредственно, оригинал, тот договор на основании чего у вас возникло право до 98-го года, и его отсканируют, и государственный регистратор проверит, опять же, данные действительно, и внесет сведения в ЕГРН. Есть ли еще какие-то методы, стопроцентно, чтобы снять любые поводы для волнения, чтобы человек будет понимать, что я защищен от проблем каких-то с моей недвижимостью? Стопроцентные? Ну, хорошо, на 99% работающие. Ну, первое, да, что я защищен. Да, действительно, вы зарегистрировали свое право. Как правообладатель вы можете непосредственно в режиме онлайн, на сайте Росреестра, посмотреть по своему адресу, либо по кадастровому номеру текущее состояние своей квартиры. Ну, мало ли. Более того, если по вашему объекту обращались за регистрацией, у вас, опять же, Росреестру уведомит о том, что были поданы заявления, да? Более того, вы имеете право подать заявление о безличном участии, то есть запрете регистрации по доверенности. Также еще действует такая статья закона 36.2 закона о регистрации. Если вы не согласны регистрировать право собственности в электронном виде, да, вы можете не подавать. То есть это что защищает? Защищает вас от того, что регистрация может прийти в электронном виде. Вот вы интересно сказали, что можно подать заявление, чтобы, грубо говоря, без моего личного очного присутствия вот не могли никаких сделок с недвижимостью осуществлять. Для кого это особенно актуально? Возможно, это лица пожилого возраста? Ну, я бы не сказала так, потому что, как правило, лицам пожилого возраста они все-таки, как правило, доверяют свои права более молодым, энергичным, и представляют свои интересы по отчуждению тех либо иных объектов. Поэтому, наверное, уже просто для себя безопасить, быть уверенным в том, что без вас лично никто не представит. Но, опять же, имейте в виду, что если вы такую запись внесли и вдруг уехали, да, опять по доверенности вашу квартиру никто не сможет, даже если вы сами того будете желать. В другую сторону, если мы не продаем, а покупаем, каким образом здесь не нарваться на проблемы, как не купить недвижимость, которая проблемная? Проблемная. Ну, прежде всего, опять же, как я уже ранее говорила, вы самостоятельно можете проверить описание объекта в режиме онлайн. Более того, у продавца попросите выписку из ЕГРН. Это выписка, что вам покажет, действительно ли данный продавец является правообладателем. В выписке будет отражена информация, имеются ли какие-либо ограничения, запреты с такой недвижимостью. И попросите документ правоустанавливающий. В том случае, если сведения не внесены в ЕГРН, тогда просите справку с БТИ, которая подтверждает тот же самый факт регистрации. Но вот на фоне частичной мобилизации выросло число случаев оформления генеральных доверенностей. Вот такие возникли опасения о том, что приведет ли это к появлению махинаций с недвижимостью? Махинации в каком плане? Прежде всего, когда вы приобретаете недвижимость, и вы видите, что правообладатель лично не действует, а доверил свои права иному лицу, самостоятельно, опять же, можете проверить действие доверенности. Существует официальный сайт «reester.dover». Вносите туда реквизиты и проверяете на предмет действительности доверенности и выдачи данной доверенности. Более того, рекомендую посмотреть на дату выдачи доверенности и срок выдачи доверенности. Также смотрим на полномочия, которые правообладатель дал своему представителю, потому что могут быть полномочия в виде просто подачи документов одной функции либо более обширный спектр. Все это вы посмотрели, проверили. Если действительно все соответствует, почему нет? А вот когда человек сам оформляет генеральную доверенность на другого человека, что он должен иметь в виду? Какие нюансы должен учесть? Потому что если он оформляет генеральную доверенность с правом распоряжения недвижимости, то по большому счету это же не будет мошенничеством, если он доверяет перепродавать свою квартиру? Ну, начнем с того, что данная доверенность оформляется у нотариуса и нотариально удостоверяется. Все более подробные функции, полномочия, требования для включения в доверенность нотариусам будут разъяснены. То есть будет проведена консультация по поводу того, что хочет правообладатель, чего он добивается. И сроки также, я думаю, будут оговариваться. Действительно, с правом передоверия, либо без права передоверия. Все эти нюансы, они будут оговариваться. По иному нотариус просто-напросто не удостоверит данную доверенность. Ну, это действительно так. В общем, будьте внимательны, когда делаете что-то со своей недвижимостью или приобретаете другую. У нас в гостях была Инга Былкова, заместитель начальника отдела ведения ГРН Управления Росреестра по Хабаровскому краю.